всем привет кошечки и зайчики девочки и мальчики с вами я ангелина сегодня на мукбанк у меня цезарь ролл с курочкой и овощами и сметанно-чесночным соусом вот так вот два я естественно не съем сегодня не снимала похуделки потому что решила в конце недели вам результат просто заснять как бы просмотры упали принципе людям наверное не очень интересно я не буду наверное снимать в общем будут мукбанки каждый день лучше одно видео и достаточно это мое решение в общем так вот это лепешечки тортиль и все тут подсчитано калории ну что приступим я не знаю как я буду сейчас это есть это наверное я буду свинячиться приготовила салфетки эти бумажные месяц все будет как этот не хуже этого лена с лайф этого канала блин все изо рта будет валится чай припевать запевать ну что уж прям страшно вот эти тортильи до пшеничные они всегда как-то уксусом пахнут каким-то вот вы тоже нами замечали боже мой огурцы не валитесь я здесь помидорка перчик огурчик и курица такая вкусняшечка такая вкусняшечка у меня настроение дурной блин весна на бунт в попке есть я короче сметанку немножко воды добавила сметану шипа жиже было и чеснок один зубчик не хуже шаурмы сочно вкусно так чайок у нас наступила погода нормальная теплая ветер он слышу в окно стучит поднялся сейчас к вечеру 0 градус вообще все тает снег тает присел и накапала у меня сегодня день такой кажется и поплакала я сегодня и посмеялась лазила я сегодня ну ю тубе видео смотрела всякие там наткнулась на видео такое знаете слезы покатились у меня градом как же называется канал нам женщина в общем берет интервью у всяких там у больных у пострадавших забыла извините забыла как называется блин огурцы вы куда куда побежали там короче набрала интервью 3 недели назад была авария москве сбили девушку на пешеходном переходе у нас работы шла вечером на большой скорости короче водитель сбил девушку ей 23 года я лифтина зовут короче сбил так что она на 20 метров отлетела представляете и скрылся и скрылся с места происшествия там ладно люди говорят ну что ее ой блин перец упал ладно люди как бы заметили вызвали скорую множественный так травмы головы как бы сад у нее с левой стороны получается пол черепа почти нету но мозг не пострадал она в общем она впала в кому у нее там переломы были ключицы это еще не помню она впала в кому пролежала по моему сколько-то недели на в коме ну врачи вообще думали что она умрет она типа не выйдет с кома у нее как бы из родных по моему только сестра вот сестра у сестры брали интервью потому что сама девушка она в общем ее надо восстанавливать она плохо говорит она плохо соображает вставлять у человека половины черепа раздробили короче и вот это когда я удар вот этот пришелся и сестра когда это все произошло она давай искать короче очевидцев кто мог снять это видео как-то она нашла через соцсети писала там парень откликнулся он снимал как бы заснял все это дело ну на дорогах главное наш этого там камеры стоят все машину то пробили нашли мужика это он год а сама виновата соляки козел вонючи я даже не знаю как назвать она говорит сама виновата типа я не виноват что я ее сбил не помог не деньгами вообще ничем фрукты по это может фрукты говорит привести в девушка в коме и фрукты вы чё нам нужно деньги на реабилитацию там ну и сейчас вот еще до сих пор они собирают короче деньги потому что больницы это все дорого там стоит нужны и будут пластины чтобы восстановить голову но она вообще в заново как говорится научно учиться жить она ходит потихоньку она исхудала прям вообще ужас конечно страшно где вот у нас правосудие скажите что полиция этой девушке сестре пришлось саму самой все искать полиция нихрена не работает нету у нас нет суда ни правосудия жизнь человеческая ни хрена не стоит поверьте мне у меня почему я плакала потому что в моей жизни был случай такой богу что закончилось не все так печально меня тоже сбивала машина я потом может как-нибудь расскажу долгая история и когда вот это я вижу такое что-то мне страшно становится до сих пор тоже я пострадала и также этого парня который сбил не только он меня сбила пять человек сбил подряд посадили только в том случае это посадили его на полтора года что ли из-за того что только то что он сбил мать короче там женщина шла она она оказалась матерью судьи в нашем городе а как полиция сказала что мы идем как свидетели и по нашему делу головку не могут завести представляете вот так вот это я так в магазин сходил один раз в общем я как нибудь может расскажу какие были последствия и что это конечно ужасно это не знаю никому никогда в жизни не пожелаю этого но в том что ты мужик я бы я не знаю таких козлов я не знаю надо самосуд или блин реально меня когда сбил парень а мужики убить хотели но под стражей водили бояюсь что кто-нибудь его прибьет а надо было тем более узнать эту девушку сбил вообще трезвый водитель он начал так отказываться он ничем не помог мне конечно сожалению тоже ничем не помогли когда это произошло то есть кто это сделал не помог ничем вот главное интересно что это все в москве и вот этот человек его нашли его даже не посадили у него просто подписка не выезде представляете это думаю непостижимо были как как вообще он спит спокойно как вы думаете или как все же горят мой бумеранг прилетит мне кажется знаешь и люди говорят они как успокаивают себя не знаю верю ли я в этот бумеранг в общем растрогала меня это видео очень жалко девушка работала она была ветеринаром лечила животных милая такая ничто с не стало вообще как будто очень реально жил вот так человек жил знаете я тоже никогда вот же не задумаешься где на тебя может как говорится кирпич какой-нибудь упасть отходишь тебе ходишь ни о чем как говорится не подозревая и тут бабах короче и вся жизнь у тебя вот как перечеркнуто когда вот у меня случилась такая ситуация мама зачем ты пошла туда поехала в магазин там я говорю вот ты ходишь магазин да как вот зачем ну блин все ходят магазин все куда-то ходят на улицу это с любым может случиться с любым блин что-то еще в курсе есть а я даже да не рассказал да вам ну блин в общем печальная такая история я еще наверно съем муж половинку вкусно у калорий тут все подсчитано у меня короче наплакалась а потом что-то думаю дай-ка посмотрю этого как он похитю шара муша блин этот похититель ароматов или там шурочка стон он вообще ржачный мне нравится когда он делать всякие обзоры на звезд там на какие-нибудь одежду там или на что-нибудь короче нашла у него там видео он делал обзор на новогодние салаты может кто-нибудь видел блин я ухо ухо отхатывалась там потом короче поплакала потом смелось как он салаты короче режем хочу правда вот он говорит есть такие вот эти салаты до которые делаются там например в виде каких-то ежиков потом этот салат елочка блин где сверху килограмм укропа вот это для украшения блин или вот эти шишки новогодние которые салат где воткнут и этот миндаль миндаль вот этот воткнут килограмм миндаля это же есть вот она уже невозможны грецкие орехи блин целый прям целые ложат вот эти вот половинки представляете я хочу есть салата не килограмм этих орехов или сверху этого укропа это блин я не знаю только салаты такие знаете для красоты но они не вкусные я вот тоже как-то пробовала пробовала делать короче салат то мышь как там в год крысы кролик или собаку он сюда у нас оставался и ну шишки всякие конечно не делала салаты но это трэш бывает что там я грудь иногда люди и там кинцы точки вырезают там из всяких яиц из помидор мне кажется это прошлый век цветочки вырезать сидеть ой что у меня все мимо фигачки сегодня вообще мне короче сон какой-то приснился не знаю короче может кто-то там понимает в этих снах вы мне это подскажите что это к чему это блин что за хрень короче приснилось как будто я в гостях у родственников и не горит иди за помидорами короче а там на полу лежат помидоры зеленые красные прям красный помидор от помню хорошо я пошла пошла за помидорами за красными на чему они снятся еще короче приснился человек в общем у которого светлые волосы всегда почему-то во сне у него половина волос черная была половина белая я еще так думаю ну так покрасил это волосы странно и короче такой прикол иду сегодня утром на почту короче иду на почту обратно уже с почты то есть за мной короче какая-то собака увязалась винти черная маленькая большая идет и идет без призер на они лаяла ничего аж страшно что-то стало почти до самого дома наш даже во двор зашла меня провожала вот как эти есть и все вываливается в одной такой лепешки тортильи 120 килокалорий у меня это вообще много так что все скажете напишите а жралась много вообще тут много больше поэтому я тортилью купила она маленькая лепешки на камере всегда откажется тарелка что большая особенно кажется что много еды на тарелке на самом деле нет они лепешки небольшие заматывайся давай туда-обратно как бы тебя это да есть свинячий мукбанк мне вчера в комментарии там девушка одна написала о детский сад типа ваше приветствую уберите его как будто вы животными типа что ли или в детском саду кошечки зайчики уберите по свое название ой название приветствие я говорю ну во первых это это грязь к зрителям тушу девочки это кошечка мальчики за зайчиком типа я бы убирала мне сказали готов где твое приветствие там типа все же многие спрашивали я перестал так приветствовать вот вы мне скажите вас раздражает это ваше мнение напишите пожалуйста оставить мне свое вот это добрый вечер кошечки зайчики девочки мальчики или убрать теперь наелась ты-то думал одну всем не молодно это сейчас через час есть захочу точно не захочу вкусно было вместо шурмы лаваш он все равно больше по размеру мне кружка это сына анимешная ну видите какой чудик у меня аниме любит смотреть сейчас молодежь на все все любят суперский был мукбанг вкуснятина и всем пока пока спасибо за просмотр ставьте лайки и сытая довольная такая веселая и до скорой встречи мои дорогие всех люблю целую